Ну что ж, здравствуйте, добро пожаловать на канал SnapTube, меня зовут Алексей, и сегодня мы с вами будем смотреть ваши логотипы для вымышленного ресторана китайской кухни Вокчен. Логотип для китайского ресторана Вокчен – это очередное задание, которое мы выполняем раз в две или три недели, после которых я делаю отчетный обзор на ваши логотипы. Если вы тоже хотите поучаствовать в выполнении подобных заданий, то подписывайтесь на мой телеграм-канал и следите за новостями. Новое задание не заставит себя долго ждать. Также напомню, что такие задания мы выполняем для того, чтобы прокачивать свои навыки дизайнера логотипов, учиться анализировать и искать креативные идеи и решения для будущих логотипов. Еще такие задания помогают наполнять портфолио кейсами, максимально приближенными к реальной жизни. А теперь давайте более детально познакомимся с заданием для вымышленного китайского ресторана Вокчен. Заведение Вокчен – это китайский ресторан, коронным блюдом которого является вкуснейшая лапша с курицей. Также в меню присутствуют воки с овощами и морепродуктами, обжаренный рис с наполнителями, суши с креветками и лососем и несколько видов роллов. В период пандемии ресторан перешел на доставку еды и набрал немалую популярность. В связи с этим они хотят сделать модный и современный логотип, так как до этого у них была только вывеска с надписью Вокчен. Ваша задача сделать узнаваемый логотип, который будет отлично смотреться в качестве аватарки в соцсетях, в приложении Uber Eats, на сайте ресторана и так далее. В результате этого задания я получил от вас более 40 писем, а логотипов и того больше, так как некоторые сделали не одну, а несколько версий логотипов. Поэтому по традиции я разделил это видео на две части, и сегодня мы с вами посмотрим первые 20 писем, а в следующем выпуске через несколько дней посмотрим оставшиеся 20 писем с логотипами. Итак, больше не будем затягивать и переходим к первому письму. И первое письмо нам прислал Сабир Садыков. Здравствуйте, Алексей, отправляю вам вариант логотипа Вокчен. Давайте посмотрим презентацию. Так, у нас здесь Вок, Лапша, Огонь и Острота. Ну, Вок не обязательно должен быть острым, но допустим, Вокчен. По композиции мне нравится этот логотип. Единственное, меня смущает использование красного круга, потому что это больше отсылка к японской культуре, а не к китайской. И, возможно, потенциальный заказчик, если бы был китайцем, обратил бы на это внимание. Давайте посмотрим дальше. Красный круг, это у нас горячий Вок. Лапша. Ну, вот смотрите, если бы вы этот красный круг заменили, допустим, на какой-нибудь черный, а вот лапшу либо оставили желтый, либо, возможно, сделали бы красный, либо еще какой-то другой цвет, то тогда бы этот логотип, на мой взгляд, был бы более универсальным и не было бы такой отсылки именно к японской культуре. Но в целом, по композиции, мне нравится этот логотип. Прикольно. И на коробке смотрится классно. Острота, лапша, китайские палочки. Ну, в общем, да, притянули тут некие ассоциации к типографике. Ну, допустим. В общем, неплохо. Да, мне нравится логотип. Давайте посмотрим дальше. Привет, давно смотрю твой канал, занимаюсь дизайном уже 4 года. Решил поучаствовать. Это только набросок, можно доработать. Это логотип или флаг? На мой взгляд, здесь от китайского ресторана только что название. Все остальное больше смахивает на какой-то флаг страны или партии. Ну, в общем, нет, мне не нравится. Это несерьезный подход к логотипу. Давайте дальше смотреть. Андрей Широченко. Так, скачать Adobe Reader? О, очень сложно. В следующий раз, пожалуйста, не присылайте, во-первых, PDF-ки 18 мегабайт, а во-вторых, чтобы смотреть, чтобы они нормально открывались. Я, конечно, скачаю. То есть вы, вместо того, чтобы просто прислать мне два JPEG-изображения, запихнули это в какой-то странный PDF, который нормально не открывается. Очень интересно. И вот снова мы видим красный круг. Я так понимаю, что в большинстве логотипов будет использоваться красный круг как некая отсылка, видимо, к Азии, а именно к японской культуре вместо китайской. Но, допустим, красный круг, палочки, лапша. По композиции, опять же-таки, хорошо, контрастно, но что здесь написано, мне не очень понятно. Вокчен тут написано или еще что-то. И, в общем, для кого это сделано, непонятно. Китайский ресторан, он же может и в Москве находиться, и в других любых городах и странах. Поэтому не все умеют читать иероглифы. И я думаю, что стоило написать Вокчен, так как ресторан и называется. Мне нравится то, что на заднем фоне, на красном цвете есть некая зернистость. Да, это прикольно. Это хорошо, это прям видно, некую бархатность придает, такую крафтовость. Но в целом, как логотип, надо было делать нормальную типографику, не использовать иероглифы, потому что так вы слишком сильно сужаете круг лиц, которые понимают этот логотип. А ресторан, он носит некий массовый характер. Он должен привлекать как можно больше людей, чтобы, соответственно, заработать больше денег. С таким логотипом, боюсь, это не сразу получится. Переходим к следующему логотипу. Представляю вам мою версию логотипа Вокчен. Так, мишень какая-то. Давайте посмотрим, что в концепте. Тут у нас идет некая отсылка к инь-яню. Ну, допустим. А здесь у нас суши ролл. И получается вот такой логотип. Вы сделали логотип для ресторана с суши и роллами, а у нас основное блюдо – это лапша. Суши и роллы – это как дополнение, некий небольшой штрих к основному блюду. И в целом опять у нас используется красный круг. И вообще этот логотип не особо запоминающийся. Достаточно тривиальный. Мне, честно говоря, не очень нравится. Давайте смотреть следующий логотип. Следующий логотип от Лени Гордеева. Задизайнил. Если что, на седьмом слайде должен быть более красный цвет. Так, это у нас домик. Палочки для лапши. Вокчен. Сам ресторан. Лапша и китайские палочки. Ну да, как я и думал. Так, что мне не нравится в этом логотипе? Идея прикольная, нарисована интересно, как некий иероглиф. Это мне нравится. Но мне не нравится шрифт. С типографикой вы, конечно, погорячились. Он… Это слишком пошло – использовать типографику азиатской направленности для азиатского ресторана. Использовали обычную типографику, а так это получается какое-то исковеркивание культуры, что ли, я не знаю. Ну, это лично мое отношение. Мне не нравится использование такой типографики для ресторана. Можно же просто написать «Вокчен красивой типографикой» и использовать данный логотип, данный значок логотипа. Было бы очень круто. Вывеска смотрится прикольно. Именно значок логотипа. Шрифт изменить немножко, сделать его более строгим, более стандартным, и тогда бы этот логотип вообще был хорошим. А пока мне вот эта типографика не нравится. Она мне режет глаз. Как-то делает несерьезным, что ли, всю работу, всю концепцию. Но это мое мнение. Возможно, кому-то такое нравится. Давайте смотреть следующий логотип. Добрый день, вот мой логотип. Вокчен и дракон. Идея логотипа в качестве основного образа был выбран дракон, так как он является главным символом Китая. И у многих ассоциируется именно с этой страной. Важно было удачно вписать дракона в логотип, чтобы он не выглядел лишним, как композиционно, так и смыслово. На мой взгляд, у вас не получилось его вписать в логотип. Во-первых, композиционно это смотрится некрасиво. А в плане смысловой нагрузки дракон, на мой взгляд, не ассоциируется с едой. То есть мы же делаем не логотип для некой китайской ассоциации. Мы делаем для ресторана. Ресторан – это еда. Это должно быть вкусно, интересно и запоминающееся. А у вас просто дракон, который не особо удачно-то вписан в типографику. И он не особо красиво смотрится. То есть, ну, мне не нравится стилистика такого логотипа. Это не модно. И у дракона слишком много деталей. В общем, мне не нравится такой логотип. Давайте смотреть дальше. Александр Казанцев. Вокчен. Это у нас, видимо, курочка в тарелке с лапшой и палочкой. Ну, в принципе, да. Вы просто взяли самые главные ассоциации. Курица, палочки, тарелка, лапша. О, как все угадал. И соединили все это, скомпоновали. Что могу сказать по данному логотипу? Композиционно это смотрится неплохо. Мне не нравится то, что вы использовали типографику маленьких букв. Мне кажется, что стоило все-таки использовать большие буквы. Как минимум только из-за того, что Чен – это имя. То есть, это Вокчен. Это лапша Чена. И хотелось бы проявить некое уважение к человеку, который своим именем называет заведение. Поэтому с большой буквы, мне кажется, стоило бы написать здесь. А еще что мне не нравится. Мне не нравится, что волны у вас идут несимметрично. То есть, таким образом, логотип немного теряется и рушится его концепция. Рушится его композиционная составляющая. Если бы у вас волны были симметричными, они бы четко могли разделить ваш логотип на две части, то тогда у вас левая и правая часть логотипа, они бы друг друга взаимодополняли. А так, из-за того, что волны несимметричные, он у вас немного рассыпается и смотрится не вполне серьезно. Как будто вы от руки это быстренько взмахнули. Как-то так получилось и нормально. Мне кажется, стоило бы доработать именно волны по сеточке, сделать, чтобы это было хорошо, чтобы это было все четенько, ровненько. Тогда бы ваш логотип смотрелся иначе. В принципе, я могу попробовать изменить этот логотип сейчас в Adobe Illustrator. Сейчас вырежем и попробуем, что получится. Итак, я подготовил логотип. Давайте начнем с того, что я попробую сделать волну. Сейчас подберу толщину линии. И попробую сделать вот так. Моя задача сделать волну так, чтобы она заканчивалась точно так же, как и начинается. Теперь я скопирую эту волну ниже. И еще раз. И теперь поправлю ее здесь. Здесь. И здесь. Далее мне нужно сделать полукруг. Вместо той миски, которая есть сейчас. А эту мисочку я, пожалуй, вырежу. Теперь мы части курицы опускаем вниз. И перекрашиваем нашу миску с лапшой. И вогчен я все-таки напишу большими буквами. Ну, например, пускай это будет Готэм ПРО. Вот так. Вот так. Или даже вот так. Мы возьмем его к чен и перенесем ниже. И палочки тоже передвинем немножечко. Да, единственное, теперь не совпадает толщина надписей и логотип. Ну, ничего, мы сейчас-то поправим. Немножечко можно утолщить наш логотип. Сильно. Вот сравните два логотипа. Но согласитесь, что с более ровными волнами, симметричными, этот логотип смотрится гораздо лучше. На мой взгляд, лучше. Поэтому чуть-чуть стоит доработать и будет неплохой логотип. Пускай даже используются ассоциации первого уровня, ничего страшного. Ресторан является продуктом массового потребления. Его должны знать, узнавать и понимать многие. Поэтому ничего страшного, если вы используете ассоциации первого уровня. Это еда, достаточно простая еда. Это невысокая кухня. Поэтому можно использовать ассоциации первого уровня, на мой взгляд, чтобы как можно больше людей видели, запоминали и узнавали этот ресторан. Давайте посмотрим следующий логотип. Здравствуйте, Алексей. Логотип выполнен из первых букв в названии ресторана VC. Из них получился образ, похожий на человека в треугольной шляпе с коробкой в руках. Давайте посмотрим. Не вижу здесь человека с коробкой в руках. А, это шляпа, а это типа он... А, ну если бы вы мне не объяснили, я бы этого не понял. А это очень плохо. Мне кажется, если этого не объяснить, человек этого не видит и не понимает, то нужно что-то переделывать, доделывать и додумывать. Как идея, как задумка, концепт у вас хороший, реализация плохая. И типографика мне не нравится. Очень плохая типографика. Не модная, не современная. Избавляйтесь от нее, не нужно так делать. Да, VC перевернутая получается. Ну, допустим. Хорошо. Но, как реализация, мне не нравится. Идея хорошая, реализована плохо. Нужно дорабатывать. Давайте дальше смотреть. Добрый день, Алексей. Спасибо за ваше время. Пожалуйста. Если честно, я вижу погрежности в презентации. Да ничего страшного. Давайте посмотрим сразу презентацию. Так, очень много текста. Ассоциации и символы. Мопед, доставка еды. Дракон, символ Китая. А также элементы, предлагаемые едой, с учетом традиций. Палочки. Все так и вцепились в эти палочки. Прям чуть ли не в каждом логотипе палочки. Так. В общем, у нас некий дракон в форме мопеда. Если бы не сказали, не догадался. Тут тарелка, креветки, какой-то круг. Лапша, палочки. Очень много элементов. Все очень сложно. Между собой как-то не особо сочетается. Видите, вот там даже ус есть у креветки. Это настолько мелкие элементы в логотипе, что, мне кажется, мало кто их сможет различить. И плюс, вот представьте теперь этот логотип в форме, например, иконки для приложения. Ну, вряд ли туда что-то влезет. Мне кажется, это очень сложный логотип. А так, если его использовать просто тарелка, креветка, палочки, то это довольно банально. То есть, чересчур просто. Это просто некий набор иллюстраций. Пробуйте делать проще. Сейчас у вас очень сложные логотипы. Это очень сложные иллюстрации даже, не логотипы. Пробуйте именно делать логотипы, подбирать какие-то ассоциации более приемлемые, которые вы сможете реализовать, не вдаваясь в такую проработку глубокую деталей. Давайте смотреть дальше. Так, прошлая презентация вышла неудачно, значит, вот эту презентацию будем смотреть. В основу логотипа легли изображения лапши, две палочки, которыми едят еду, опять палочки, круг, опять круг, символизирующий Азию в целом, и кусочек острой курицы в лапше. И общий круг, в который они заключены, который является миской, отсылающей нас к домашней кухне. Давайте посмотрим. Круг, палочки, лапша, еще один круг. Довольно интересно композиционно все это расположено, но опять, мне не нравится этот круг. Он отсылает нас именно к японской культуре, а не к китайской. Но это мои личные ассоциации, возможно, вас и отсылает. Поэтому я высказываю свое мнение. В целом, мне не очень нравится. То есть, мне нравится то, что вы использовали тонкие линии, нравится, как это все гармонирует между собой. Но как логотип, мне не нравится. Слишком как-то просто. Хотя, может быть, если бы вы убрали вот это красное солнце, вот это, то было бы лучше. Хотя, в целом, не знаю, хорошо. В общем, у меня странные ощущения. Мне вроде и не нравится, но вроде в целом и классно. Давайте так. Нормальный логотип. Поэтому давайте смотреть дальше. А перед тем, как перейти к следующему логотипу, я хотел бы попросить вас подписаться на канал, если вы еще не подписаны, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, а также написать комментарий и поставить лайк этому видео для продвижения. Привет! Спасибо за твой чудесный канал и возможность попрактиковаться в создании логотипов. Пожалуйста. Презентация. Давайте посмотрим презентацию. Давайте попробуем на Behance. Ага, вот. Vogue Chen. Сразу могу отметить, что опять используется маленький шрифт в типографике. Почему? Непонятно. Потому что Chen – это имя, и мне кажется, что нужно использовать типографику с большой буквы, как у вас здесь вот написано Vogue Chen. Но при этом у вас здесь с маленькой буквы. Типа неофициально. Допустим, миска у вас не сочетается с толщиной шрифта, слишком тонкие линии, слишком толстые палочки, а шрифт еще толще. И поэтому на общем фоне миска как-то теряется. И еще в этой версии логотипа мне не нравится, что у вас значок расположен с правой части, а не с левой. Мне кажется, он так теряется на фоне типографики. Ну, в общем, да, я все сказал. Я считаю, что этот логотип нужно дорабатывать. Менять типографику, изменять толщину линии у логотипа, у знака логотипа, и компоновку как-то менять, чтобы это смотрелось более наглядно с композиционной точки зрения. Давайте дальше смотреть. Следующее письмо от Владислава. При создании логотипа я был вдохновлен традиционными восточными печатями. Внутри изображены первые буквы слов названия. Ви-си-вок-чен. Классный логотип. Мне нравится. И мне нравится паттерн. Довольно интересно подобранные цвета. Необычно подобранные цвета. То есть полностью ушли от красного цвета, который все так любят использовать. Ушли в какие-то свои такие оттенки. Здорово. Мне нравится ваш логотип. Отлично. И то, что это смотрится как некий иероглиф, мне нравится. Довольно симпатично и интересно. Давайте дальше смотреть. Вок-чен. Я уже не в первый раз вижу этот шрифт. И очень прошу всех на будущее, не используйте его. Это некрасивая типографика. Это очень некрасивая типографика. Взгляните только на букву С. У нее закругления наружных и внутренних углов не совпадают. И из-за этого получаются очень широкие углы. При том, что само расстояние вот здесь меньше, кажется, чем вот в углах. То есть неправильно подобранное закругление у буквы С. Именно по этой букве я этот шрифт уже узнаю не в первый раз. Либо его кто-то так делает постоянно, что получается такая некрасивая буква. В общем, мне не нравится этот шрифт. И буква К какая-то уродливая с этой ножкой. Ну, в общем, нет. Мне очень не нравится эта типографика. Так, что у нас по знаку логотипа? Посуда, волны, морепродукты и лапша. Основным коронным блюдом у этого ресторана является курица с лапшой. Морепродукты тоже есть, но как бы основное коронное – это курица. Поэтому хотели акцент сделать именно на этом. А вы почему-то выбрали морепродукты. И опять же-таки красный цвет. В общем, если бы вы выбрали другую типографику, например, какой-то, не знаю, там, Монсеррат, самый популярный сейчас, уже бы намного лучше смотрелся логотип. У вас бы и О было круглое. И типографика других букв, других начертаний была бы красивая. А так мне очень не нравится. Давайте смотреть дальше. Так, следующий у нас логотип. Вок Чен, китайский ресторан и курочка. Мне не нравится, что у этой курицы сделана какая-то желтая обводка. Это отвлекает, это какой-то лишний элемент. Не нужно было так делать. Очень острые углы. То есть, видите, вот здесь у курицы идет изгиб и вот здесь угол. Это некое непродуманное закругление. Нужно было сделать более округло. И здесь острый угол. А здесь у вас круглый. То есть, уже идет композиционно некрасиво. Некие расхождения в одних и тех же элементах. Но при этом достаточно симпатичный паттерн у вас получился. Да, в голове, вот голова курицы, довольно интересно нарисовано, симпатично. Но вот здесь идут некие расхождения в одинаковых элементах, которые мне сразу режут глаз. И я сразу вижу, что не особо аккуратно нарисовано. На мой взгляд, стоит еще попрактиковаться в иллюстрировании и довести этот логотип до ума. Давайте смотреть дальше. Следующая презентация. Вок Чен. Ресторан китайской кухни. Классный шрифт. Такой шрифт из 20-30-х. Времена Мулен Руш. Что-то такое. Концепция буквы W в виде лапши. Да. Согласен. Похоже. Ну вот здесь желтый цвет, конечно, я бы не стал использовать, потому что, честно говоря, напоминает какой-то кошелек, валет с желтым цветом. Но какой-то более ассоциативный другой цвет. Например, тот же самый красный, который все используют. Сюда бы лучше подошел. Или вот черный. Вы сделали черным цветом и желтую букву. Вот здесь также надо было черный фон и желтая буква. Смотрелось бы круто. А вот так это больше напоминает некий кошелек. Но вообще типографика классная. Хороший логотип. Мне нравится. Давайте смотреть дальше. Вок Чен. Китайский ресторан. Шляпка и улыбка. Стандартные красные, черные, белые цвета. И какие-то изгибы. Это типа лапша. Ну вот, на мой взгляд, здесь вот эти изгибы лапши, они лишние. Они усложняют ваш логотип. И вообще по стилистике не вписываются в ваш флэтовый, такой супер простой, минималистичный логотип. Какие-то дополнительные элементы, как некое украшательство. Нет, не вписываются. Я бы их убрал и просто оставил вот эту вот шляпку с улыбкой. По крайней мере, сразу ассоциируется с Китаем. Возможно, даже с лапшой. То есть я бы эти кружки, конечно, убрал. И так бы логотип смотрелся интереснее. Возможно, эти круги можно было оставить вот как элементы паттерна, некого оформления к фирменному стилю. Но из логотипа их убрать, да. Вот, да, в линии. Вот они хорошо смотрятся в упаковочной ленте. Прекрасно. А из логотипа убрать их. Там это лишний элемент. Явно. Ну, в принципе, нормальный логотип такой. Простой, минималистичный. В меру модный. Не знаю, будет ли он запоминаться, потому что слишком простой, на мой взгляд. Ну, вообще нормально. Давайте смотреть дальше. Так, у нас логотипы Vogue Chen и какие-то непонятные завитушки на заднем фоне. Нужно было сделать модный, современный, узнаваемый логотип для китайского ресторана Vogue Chen. Для этого был разработан яркий, неповторимый абстрактный образ лапши, состоящий из двух спиралей, залитых градиентами. А, это типа спирали, лапши. Мне это, честно говоря, больше напоминает какие-то кишки. И вот этот зеленый цвет, он не выглядит аппетитным. Он скорее отталкивает. Отталкивает. На мой взгляд, логотип должен хоть немного быть аппетитным, чтобы, ну, хотелось зайти в заведение, хотелось попробовать, заказать еду. А в данном случае это выглядит, возможно, как в стиле Артемия Лебедева, но по факту не особо красиво. Меня этот логотип скорее отталкивает, чем привлекает. Вот. То есть я бы в таком заведении и не стал заказывать еду. Давайте смотреть дальше. Вок Чен. Палочки, лапша, коробка. Какие ошибки я вижу в вашем логотипе? У вас толщина букв в типографике очень сильно превышает толщину линий в знаке логотипа. Теряется гармония между этими двумя элементами, между типографикой и знаком логотипа. Я бы на вашем месте сделал либо типографику потоньше, либо знак логотипа потолще. И при этом еще убрал бы вот эту линию у лапши, ограничивающую, и соединил бы это все с коробкой. Тогда, возможно, этот логотип смотрелся бы по-другому, поинтереснее. Возможно, коробочку чуть-чуть переделать, чтобы это смотрелось более модно. Сейчас это все смотрится негармонично. Нет общей композиции. Все как будто из разных элементов надергано. Но идея, как для узнаваемого логотипа, для ресторана, где коронное блюдо является лапша, да, вполне может быть. Просто, понятно, прям в лоб так, с первой ассоциацией. Вот вам лапша, вот вам вокчен. Можно так сделать, но нужно сделать это красиво. То есть, если вы используете настолько прямую ассоциацию, то у вас логотип должен быть гениальным. Он должен очень круто быть нарисован, чтобы смотришь на него и понимаешь, да, это классно, это прям привлекает. А сейчас этот логотип не привлекает. Видно, что это просто как зарисовка для логотипа, для будущего логотипа, некий скетч. Стоит, думаю, доработать, и тогда будет хороший логотип. Давайте смотреть дальше. Здравствуйте, Алексей. Решил принять участие в вашем задании. К сожалению, уйти от шаблонов в данной тематике сложно. Буду рад услышать ваши комментарии. Да, я тоже считаю, что здесь сложно уйти от шаблонов, да и в принципе не стоит такой задачи, потому что это ресторан с продуктом массового потребления. Он должен привлекать как можно больше людей, и поэтому здесь нет ничего страшного, если вы будете использовать ассоциации первого уровня. Главное, чтобы логотип выглядел круто. То есть, если нарисовано красиво, качественно, то тогда и нет такого цепляния к шаблонам. Нет такой придирки к шаблонам, когда это нарисовано качественно и красиво, на мой взгляд. Давайте смотреть презентацию. Vogue Chen. Так, здесь куча какой-то лапши, палочки и два петуха. Ну, как вот иконка для приложения или аватарки, это смотрится очень плохо, потому что слишком мелкие элементы, все теряется. А издалека это вообще, вот если так смотреть издалека, то это напоминает какую-то летучую мышь. Да и в целом, этот логотип не выглядит модно. Выглядит как набор каких-то иллюстраций. Вот иллюстрация петуха, иллюстрация тарелки и какие-то элементы, там, палочки, кружочки. То есть, все это разрозненно, все это не выглядит одним целым. Все это как будто из разных стихий набрали. Разная толщина линий, разные стили. Тут у вас тонкие линии, тут у вас флэт, тут у вас уже идет шрифт, желтый почему-то. То есть, все такое разное, разностороннее, что не чувствуется общей композиции. Поэтому мне не нравится этот логотип. Давайте смотреть дальше. ВОК ЧЕН. Палочки, миска, лапша. С композиционной точки зрения у вас знак логотипа очень маленький, либо шрифт очень большой. И все это как-то вместе не сочетается. Возможно, если бы ВОК ЧЕН вы написали бы столбиком, то есть ВОК ЧЕН, и все это разместили под миской, это бы смотрелось лучше. И плюс сама миска довольно-таки не очень красиво нарисована. Лапша там где-то провалилась. В общем, не очень красиво нарисовано. Говорю, как идея, это может быть использовано. Но это должно быть нарисовано очень круто. Пока такого я не вижу, к сожалению. Давайте дальше смотреть. Так, последний логотип на сегодня. ВОК ЧЕН логотип. Шрифт 3D для использования в макете. Результат. Значит так у нас получается. ВОК, роллы и китайские палочки. Опять же таки, роллы это второстепенное блюдо в меню. Основное блюдо это лапша с курицей. Почему-то сразу роллы непонятно. И получаем вот такой логотип. Сетка логотипа. Мне нравится в этом логотипе типографика, но мне не нравятся знаки в этом логотипе. То есть вот эти палочки, они у вас заходят уже сюда к букве С. Это уже начинает напоминать значок евро. Как-то выглядит инородно, что ли, на мой взгляд. Возможно, если бы вы не продлевали их до буквы С, было бы получше. Здесь вот этот желтый круг с черной тонкой обводкой почему-то. Он напоминает какую-то яичницу. То есть такое ощущение, что это заведение с завтраками. Но при этом мне почему-то нравятся вот эти вот ушки у буквы О. Я так понимаю, это некая отсылка к ВОКу с видом сверху. То есть мне вот это нравится. Но мне не нравятся вот эти палочки. Этот желтый цвет. Зона безопасности. Китайский ресторан. Горизонтальная версия логотипа. Версия для соцсетей. Но вот версия для соцсетей довольно интересно сделана. Возможно, если бы вы вот это сделали, вот этот знак взяли за знак логотипа, и просто вот тем шрифтом написали ВОК ЧЕН, тем шрифтом, который у вас есть в логотипе, Монсеррат, написали бы ВОК ЧЕН, то было бы лучше. То есть не нужно было нагромождать саму типографику. Стоило все-таки отойти от такой концепции и сделать знак логотипа отдельно, типографику отдельно, и все это вместе соединить. Чтобы все это вместе гармонировало и было хорошо. Даже, возможно, палочки здесь лишние. Вот может стоило сделать вот такой значок логотипа, как ВОК, и внутри, не знаю, может какие-то волны, как лапша, как вот многие делают, или еще что-то подумать. Или цвет изменить с желтого на какой-то другой, чтобы это не напоминало яйцо. То есть какая-то интересная идея, зацепка в вашем логотипе есть, но он не доработан. Вы чуть-чуть ушли в другую степь. Но от чего оттолкнуться, на мой взгляд, есть. Чуть-чуть вернуться назад и попробовать подумать еще и сделать иначе. Так что я думаю, что вам стоит немножко доработать свой логотип, и тогда будет вообще замечательно. И у нас осталось еще 20 писем с логотипами. Что ж, это были первые 20 писем с вашими логотипами. И буквально через несколько дней я выложу продолжение обзора ваших работ. Так что далеко не расходитесь. А сразу после второй части в Телеграм-канале ждите новое задание для очередного вымышленного заказчика. И надеюсь, что это видео было интересным и полезным для вас. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие из логотипов вам больше всего понравились. А еще подписывайтесь на мой твиттер, телеграм-канал и чат в Телеграме. Там тоже много всего полезного и интересного. А мы скоро увидимся. Пока-пока.